13-летнюю Людмилу Берлинскую на съемочной площадке ласково называли Милой или Машенькой. Для нее это космическое путешествие стало первым и единственным опытом в кино. Она не только сыграла главную роль, но и спела в фильме все песни. Правда, без Елены Камбуровой все равно не обошлось. Как будто по ступенькам все вышло и вперед. Первую куплет спела Мария, Машенька, а второй Камбурову попросили, потому что она не смогла взять верха. И Камбурова приехала с удовольствием и, подделав под Машу голос, исполнила эту песню просто незаметно. Как будто по ступенькам все вышло и вперед. И с детства постепенно нас юность уведет. И скоро у порога решать, куда шагнуть. А нас позвал в дорогу далекий личный путь. Нас ночь тревожит с нами волшебными почти. Мы катимся на санках по Млечному пути. И поездам немного, и ветер хлещет в грудь. Зовет, зовет дорогу далекий Млечный путь. Субтитры создавал DimaTorzok Как будто по ступенькам все вышло и вперед. И с детства постепенно нас юность уведет. Нас юность уведет. Нас юность уведет. После выхода картины всем казалось, что таких умных и талантливых ребят ждет актерская судьба. Но каждый из них выбрал другой путь. Сергей Образов сегодня начальник отдела аэропорта Шереметьево. Игорь Сахаров прошел Афганистан. В начале 90-х трагически погиб. А Людмила Берлинская известная пианистка гастролирует по всему миру и живет во Франции. Это был выбор. Не столько даже мой, сколько еще и моего папы, который был большой музыкант. История юных космонавтов, которые отправляются в первый полет. Или невероятно трогательные песни, написанные композитором Алексеем Рыбниковым. ПЕСНЯ Алексей Рыбников, замечательный композитор, это был его первый фильм, вот так совпало в кино. И это он, в общем, выбрал, потому что должна была сначала петь только Камбарова. И он сказал режиссеру нашему, Валентину Селиванову, что я очень хочу, чтобы это была девочка, потому что я писала этот текст для нее, то есть эту музыку для нее. Мы попробовали и, в общем, так случилось. Я заметила однажды, как зима кусты в сирене, расцвеля как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет. Ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла... Ну, недавно я видала, как луна в сосновых вятках Заблудилась и заснула Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю Я и сам все это видел Из окошка в прошлый вечер Это наш с тобой секрет Наш с тобою секрет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я тебе, конечно, верю Ради могут быть сомнения Я и сам все это видел Это наш с тобой секрет Наш с тобою секрет Песня «Я тебе, конечно, верю» Стала гимном всех покорителей межпланетного пространства Сегодня первая исполнительница песни Мила Берлинская прилетела к нам из Парижа Чтобы рассказать, что случилось с ней После большого космического путешествия Итак, встречаем заслуженная артистка России Людмила Берлинская Добрый вечер Это правда, что вас на эту песню и на роль в фильме утверждал сам Алексей Леонов? Ну, в том числе И я думаю, что это решалось все без меня Но я помню, что я, в общем, была счастлива Потому что это было как чудо Мечта всех подростков Сколько вам было тогда лет? 13 И многие школьники в ту эпоху мечтали стать космонавтами У вас никогда такого не было? Нет Но вы почувствовали, что после картины вы проснулись знаменитой? Да Как это ни странно, да Потому что я видела, как все мои сверстники, в основном даже не взрослые люди Как они смотрели на меня совершенно по-другому И я получала очень много писем Именно от маленьких, от молодежи У вас еще были предложения сниматься в кино? Да, конечно, потом были Но я уже знала, что это было просто приключение в моей жизни Что я буду пианисткой И это было решено А кто выбрал вашу профессию? Явно не Алексей Леонов Нет, это мой папа Потому что я из семьи музыкантов Мой отец, Валентин Берлинский, был велончелистом Руководителем квартета имени Бородина Так что это было предрешено заранее Ну а вы вот верите в неопознанно летающие объекты? Я думаю, что очень важно вообще верить в чудо А дальше уже это как кому хочется Ты всегда меня учила жить интересно Я уже не маленький Правильно Но ты должен меня понять С тех пор, как погиб твой отец, ты у меня один Ты всегда хотела, чтобы я был на него похожим И теперь... Не покидай меня, сынок Я тебя прошу Мила, вы помните этого мальчика? Кто это? Сережа Образов Я думаю, он был самый талантливый среди нас троих Как актер Сколько лет вы не видели? После фильма это было последний раз У вас сегодня есть уникальный шанс Ваш капитан сегодня здесь Сергей Образов Здравствуйте, космонавт Здравствуйте Но все-таки самое большое разочарование было, когда вы не полетели в космос Хочу вам сказать Разочарование Было, было Хотелось продолжение Хотелось как в Кассиопии второй серии Но, к сожалению, не получилось Откройте тайну На какой московской улице находился тот люк? Откуда вы выходили? Тот люк находился в городе Зеленограде Под Москвой Давайте посмотрим Внимание Что это? Что случилось? Наш полет имел мировое научное значение Неужели нас водили за нос целых полтора месяца? Расскажите нам, как сожилось в вашу себя? Вы же не стали актером? Нет, к счастью или к сожалению, не знаю Потом еще было два фильма Потом армия Потом институт И после института и до настоящего времени Работаю в системе гражданской авиации Вы были рядом с космосом? Конечно, не космонавтика, но ближе к звездам, да А что стало с третьим членом экипажа? Я про Игоря Не знаю тоже ничего Но хочу сказать, что несколько дней мы искали его И, к сожалению, выяснилось, что этот талантливый молодой человек После военной службы в Афганистане Уже здесь, на гражданке, трагически погиб Поэтому давайте вспомним его Земля! Земля! Вошли в метеоритные дожки Как слышите? Слышим нормально, Астра Какая скорость строя? Свыше 100 тысяч километров в час Согласно световой барсхеме Какие принимаете меры? Будем действовать согласно Инструкции по встрече с астероидами Все, включайте Не работает Это конец Как жаль Как Жаль умирать в 13 лет Лена Пудеевна, милая, ну раз у нас сегодня такая игра об угадайке Вы можете опознать в этом чеке вашего знакомого? Я, во-первых, ничего не вижу Я уже слепая Но Я тебе, конечно, верю С ума сойти Разве могут быть сам? Это он Ну, подходите ближе, Игорь Игорь Капитанников Он был одним из первым исполнителем вместе с Милой Шлягера Я тебе, конечно, верю 35 лет они не виделись Может быть, вы как раз и сделаете ремейк этой песне спустя 35 лет АПЛОДИСМЕНТЫ Не заметила одного дыш Я тебе, конечно, верю Я не буду, как лучше знает Не веришь ты и мне Микрофон дайте, дайте, девушке микрофон Веришь ты и мне Я тебе, конечно, верю Разве могут быть сомнения Ты и со всем это верю Это наш с тобой секрет Наш с тобой секрет АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не видала Какая-то в соснулах ветках Забылся, но ты и заснула Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю Я и сам все это видел Ты за кошка в прошлый вечер Это наш с тобой секрет Наш с тобой секрет АПЛОДИСМЕНТЫ Но и сделала Спасибо за субтитры Редактор субтитров А.Семкин